И я чувствовала твою защиту, твою любовь ко мне. Я надеялась на лучшую жизнь, Алехандро. Я хотела быть твоей женой, иметь детей, детей, Алехандро. Мария Эмилия, пожалуйста. Нет, 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 нет. Тысячу раз я повторяла твое имя. Тысячу раз, когда была в беде, когда, находясь среди людей, я чувствовала себя одинокой. Я вспоминала тебя, когда наслаждалась чем-то прекрасным. Музыкой, фразой из книги, личиком ребенка. Ты всегда, всегда был в моих мыслях. И я повторяла, Алехандро, Алехандро. Любимая. Нет, нет, Алехандро, забудь. Я так тебя любила, а теперь нет. Ну, я люблю тебя больше, чем прежде. Поверь мне. Оставь меня, оставь меня. Лучше ответь. Где была твоя любовь, когда ты обвинил меня? Пожалуйста, забудь об этом. Умоляю, забудь. Клянусь. Нет, нет, нет. Не надо ни в чем клясться. Не клянись мне. Ведь все уже было, помнишь? Не клянись мне. Я хотел сказать, что теперь буду всегда доверять тебе. Алехандро, если ты поверил, что я способна на подлость, значит, ты меня совсем не знаешь. Поверь мне, умоляю тебя, умоляю. А сколько раз я умоляла тебя? Сколько раз просила поверить, но напрасно. Ты так и не поверил мне, Алехандро. Ты предпочел порвать со мной. Ты ничему не поверил. Но я же раскаялся. Зачем? Скажи, зачем? Зачем ты вернулся? Успокойся. Теперь, когда все прояснилось, мы можем быть счастливы. Прости. Прости, прости. Ведь ты же простишь меня. Как у тебя все просто. Сначала унизить женщину, а потом вернуться и просить прощения. Пожалуйста, не будь такой жестокой. Ты уже сказала все, что думала. Тебе не кажется, что я уже достаточно наказан? Я не собираюсь тебя наказывать. Я хочу, чтобы ты ушел и больше не возвращался. Мария Эмилия, прошу. Нет, Алехандро. Ты можешь найти себе другую женщину, которую будешь уважать. Кого-нибудь из своего круга. С ней бы ты не стал поступать так, как со мной. Ты подвержена предрассудкам? Я считала сословные предрассудки глупостью. Но, наверное, я изменилась после встречи с тобой. Перестань злить меня. Тогда что ты тут делаешь? Что тебе нужно? Я хочу, чтобы ты ушел. Убирайся отсюда. Между нами все кончено. Уходи немедленно. Убирайся. Привет, Рубен. Привет. А где Алехандро? Я думала, вы с ним обедаете. Нет, я поел в кафе вместе с Марухой. Надо было решить проблемы с цветом. Странно. Он поссорился с отцом и с тех пор куда-то пропал. Я к Франциско не заглядывал. Полагаю, он занят. Из-за чего они поругались? Из-за Марии Милли. Алекс даже не позвонил мне. Откуда ты знаешь? О чем? О ссоре. Случайно узнала. Я так расстроена. Мы собирались вместе пообедать, а он пропал. Что он вообразил? Со мной так нельзя. Если он привык относиться к женщинам без уважения, поскольку имел дело с низшим классом, ему придется перестраиваться. Я не позволю так со мной обращаться. Марсия, прекрати. Уверен, в глаза ты ему ничего не скажешь. Думаешь? Можешь не сомневаться. Ему придется объяснить свое поведение. Ты так уверена, будто у тебя есть на это право. Братишка, Мария и Эмилия была угрозой. Теперь с ней покончено. Алекс нуждается в утешении. А кто лучше меня сумеет это сделать? Уверена, скоро ему станет лучше. Алекс говорил, что больше не верит женщинам. Он пытается обо всем забыть. Я в этом сомневаюсь. Может, он совершенно неожиданно нашел кого-нибудь и теперь развлекается. Но меня это не волнует. Рано или поздно он вернется ко мне. Меня тревожила только одна женщина. Но теперь она вне игры. Через месяц от Марии и Эмилии не останется воспоминаний. Ты не можешь меня вышвырнуть. Интересно, почему это мой дом и моя комната? Поэтому немедленно уходи. Пойми, ты губишь нас обоих. Слишком поздно. Ты погубил нас, ты. Мария и Эмилия, пожалуйста, прошу тебя. Александр, я впервые сожалею о том, что встретила тебя. Впервые после всех моих мук я сожалею, что полюбила тебя. Я хочу, чтобы ты ушел. Уходи немедленно. Уходи. Нет. Ты не можешь меня выгнать. Ты меня не бросишь. Ты стала моей, и я не отступлюсь. Нет. Оставь меня. Думаешь, я буду поступать, как тебе захочется? Ты решил, что меня можно бросать, когда тебе вздумается, а потом возвращаться? Ошибаешься. Нет, Алехандро. Я уже не буду прежней. Той наивной дурочкой, которая любила, боготворила тебя. Нет. Я живой человек. И у меня есть своя воля. Я не хочу иметь с тобой ничего общего. Нет. Не хочу. Я не оставлю тебя. Я заставлю тебя смириться. Ты выйдешь за меня замуж, даже вопреки своей воле. Нет, ты сумасшедший. Это ты сумасшедшая. После всего, что у нас было, ты не бросишь меня. Пусти меня. Пусти меня, Алехандро. Я не люблю тебя. Это неправда. Женщина еще сильнее любит мужчину, когда он принадлежит ей. Нет. Нет. Я добьюсь твоего прощения. Нет. Пусти. Ты будешь моей. Я от своего не отступлю. Забудь мою грубость. И поверь. Я могу быть очень нежным. Алехандро. Позволь поцеловать тебя. И ты увидишь, что все еще любишь меня. Позволь мне вернуть нашу любовь. Пожалуйста, не приводи меня в отчаяние. Нет. Нет. Я достаточно умолял. Я все равно тебя поцелую. Я буду тебя целовать. Пока ты не поймешь, что любишь меня. Ты любишь меня. Ты любишь меня. Не беспокойся, я ему передам. До свидания. Марсия звонила. Уже второй раз. Она заходила сюда и к нам тоже. А пока ты отдыхала, звонила три раза. Она в бешенстве. Потому что не может найти Алекса. Не шути так. Она такая высокомерная. Думает, ей все дозволено. Она действительно милая и из хорошей семьи. Да, тетя, но вряд ли это подействует на моего кузена. Почему ты так говоришь? Они встречаются? Да, но мне кажется, Алехандро не восторгит Марсии. Нет той страсти, которую он пылал к Марии Эмилии. А для него это хороший урок. Будет знать, как встречаться с женщиной ниже его по положению. Артензия с Марсией были правы, когда говорили, что не следует пускать в дом подобных людей. Тетя, прошу тебя. Ты ведь была такой лояльной. И каков результат? Если бы он послушал и вовремя бросил эту девицу, все было бы иначе. Франциско был бы со мной. А мой сын не испытывал бы такого стыда и боли. Тетя, не надо бы общать. Даже в низшем обществе встречаются очень милые люди. Странно слышать подобные слова, Лаурита. Ведь ты всегда очень тщательно выбирала приятелей. Да, но я изменилась. К тому же при нынешней демократии надо быть ближе к людям, верно? Если бы тебя слышала твоя мама. Кстати, не знаю, следует ли тебе говорить, но когда мама узнает, она все равно придет к тебе, чтобы посплетничать. О чем? Дядя Франциско вернулся.